Томаты, огурцы и перцы, овощей которых стало значительно меньше на прилавках супермаркетов и рынков Владивостока. Ни для кого не секрет, что основной поставщик этих сельскохозяйственных культур – Китайская Народная Республика. Ну, конечно, чаще покупают производители Китайской Народной Республики. Во-первых, и шире ассортимент, и дешевле чуть цена. Но сейчас, в последнее время, покупатели обращают внимание на товары местного производителя. Из-за ковида наши соседи ужесточили правила пересечения госграницы. Как итог, большегрузы с овощами и фруктами сутками простаивают на пунктах пропуска. Любое сокращение импорта – это рост цен. Любое сокращение местного производства – это рост цен. Любые заградительные барьеры, системы сертификации, дополнительные стандарты, таможенные проблемы, карантины и ежесними – это рост цен. То есть цены не растут, только как эта система работает без сбоев. Есть опасения, что покупателей в Приморье ждет такая же ситуация, которая сложилась на рынке овощей и фруктов в начале этого года, когда цены на некоторые товары выросли в несколько раз, и динамика роста уже заметна. Ну и цены высокие. Цены дорожали почти в два раза. Это вы когда заметили? Ну перец. Ну вот буквально на неделю. Было 165, сейчас уже 369. Тем временем Минпромторг ищет альтернативу. Договариваются о поставках свежих овощей из Хабаровского края, Сахалинской и Новосибирской областей. Более того, в декабре на территории Приморья запустят тепличный комплекс «Лотос». Уже в феврале появится первая партия продукции. Мощность теплицы – около 8 тысяч тонн огурцов, помидоров и салатов в год. Безусловно, соотношение цены и качества очень важно. Российские овощи, да, несколько дороже, но и качество их не сравнимо выше, потому что мы понимаем, что это технология производства с минимальным использованием удобрений. Это новые современные комплексы, которые позволяют получить совсем другой вкус, другое качество овощей. Канал китайских поставок совсем не исчезнет. И продукты из КНР по доступным ценам на прилавках будут. Только пока не в таком количестве, как прежде. А далее право покупателя делать свой выбор. Вы продукцию какого производителя чаще всего покупаете? Это Китай или местный производитель? Местный, конечно, производитель старается больше купить. Но если нет, то покупаю, какой есть. Вы знаете, что я на это не смотрю. Я смотрю на качество и всё. А производитель у нас, кроме Китая, кто ещё может быть? Всё остальное дороже. А если местные производители, скажем так, цены будут более доступны, то это будет, скажем так, хороший вариант на, скажем так, без рыбьи. Но на данный момент ценник у них значительно выше. Кроме того, из-за запрета ввоза цитрусовых из Китая регион может столкнуться с нехваткой лимонов, мандаринов, апельсинов и помела. Возможно, мы сможем хотя бы к новогоднему столу в каких-то объёмах эту партию завести из Китая. Но те альтернативные варианты, которые мы сейчас смотрим, это поставка из Пакистана, из Турции. Безусловно, это немножко не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть у себя на столе. Но фрукты тоже достойного качества. И постараемся сделать их также доступными по цене. А вот с так называемым борщевым набором перебоя быть не должно. Край на весь зимний период с избытком обеспечен картофелем, морковью, луком, капустой и свёклой. Рост цены на эти продукты незначительный. Он является сезоном и связан с затратами на переработку и хранение. Алина Черненко, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.